Взять ситуацию под свой контроль и воспользоваться своими законными правами, таких жителей в Десногорске становится все больше. Пятый микрорайон благодаря инициативе жильцов недавно стал еще комфортнее. Около 400 метров новой пешеходной дорожки позволит передвигаться без опасений, испачкать обувь или попасть под машину. Долгожданное открытие полотна прошло 28 сентября. Я рада присутствовать на открытии пешеходной тропы. То есть всеобщими усилиями мы добились положительных результатов. Надеюсь, что жители города Десногорска, видя ваши положительные результаты по благоустройству территории, примут решение о том, что можно еще как-то дополнительно свои придомовые территории облагораживать. При поддержке городской администрации жители пятого микрорайона создали первый муниципалитет ТОС – территориальное общественное самоуправление. Следующим шагом инициативных граждан стало участие в конкурсе фонда «Ассоциация территорий расположения атомной станции». Целью конкурса значилось создание благоприятной городской среды в Десногорске. Всего мы подали 13 проектов. Один из самых больших мы попросили, что если приоритетным – это сделать пешеходную дорожку для школьников. Дети не водят машину, у них нет своего транспорта, чтобы по бездорожью ходить. И все-таки частично, чтобы хотя бы они шли нормально обуви, не грязными. Первый ТОС муниципалитета под названием «Пятый квартал» победил именно с этим проектом. Деньги были выделены концерном «Росэнергоатом». Воодушевленные своим успехом, жители на этом останавливаться не собираются. Мы хотим бы осветить немножко наш этот мост, который идет в город сам. Потом облагородить по плане рельефа, спроектировать, высадить деревья. Подлежащий камень вода не течет, сами знаете. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ.